Добрый вечер! Очередной раз в эфире программа «Зона безопасности». Мы расскажем вам о том, почему для некоторых молодых людей конституционные обязанности ничего не значат. Преступление в сфере высоких технологий, хакерская атака на банковскую сеть, безопасность детей вновь в сфере внимания сотрудников правоохранительных органов. Что будет с рекой Лесной о заморных явлениях и всех признаках экологической проблемы, расскажем сегодня. Эти и другие материалы в нашей программе. Довольно высокая температура в некоторые дни на протяжении нескольких недель в июле и в начале августа держалась на Брещене. Страдали от такого тропического тепла не только люди. Река Лесная стала объектом пристального внимания специалистов областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Тут наблюдаются все признаки экологической проблемы. Уже несколько недель отдыхающая у реки Лесной наблюдает на ее поверхности рыбу разных видов и размеров. Специалисты констатируют, рыба задохнулась от недостатка кислорода. Причина – неблагоприятные климатические условия, большая интенсивность дождей и высокая температура. По мнению специалистов, еще одна из причин заморного явления – небык островы в пойме реки из-за значительного уменьшения поголовья крупного рогатого скота на частных подворьях. Есть и неприятный запах от воды. Сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно ведут тут мониторинг. Произошло залповое поступление ливневых вод с водосборной территории в реку Лесная и его притоки. Эти воды в результате таких неприятных погодных явлений, в результате гниения водорослей, гниения травянистой растительности в пойме, покрытой этой водой, вызвали резкое уменьшение содержания кислорода в воде, что вызвало и в последующем гибель рыбы. Подобные явления на реке Лесной наблюдаются периодически уже последние 20 лет. В эти дни постоянный анализ воды ведет и отдел государственного контроля за охраной и использованием водных ресурсов. Что касается заморного явления, которое мы наблюдаем в текущем году, то в течение двух недель уровень кислорода в воде в районе деревни Углян и Голый Барок был около нуля. 0,1, 0. В настоящее время ситуация нормализовала содержание кислорода уже около 6, при норме 6. По мнению некоторых экологов, массовому замору способствует и шлюз на реке в Брестском районе, который будто бы не работает в соответствующем режиме. Можно сказать, что это мнение ошибочное, что и подверждено и наукой, и мнением ученых-гидрологов. Этот шлюз расположен в 60 километрах ниже по течению, чем тот участок, проблемный участок, где возникают такие заморные явления и неблагоприятные гидрохимические условия в реке Лесной и ее притоках. Вот вы видите, что при открытой одной створке шлюза фактически пропускается беспрепятственно весь сток воды, и перепады выше и ниже шлюза с порядка 10 сантиметров крайне незначительны. Обеспокоены этой проблемой и ученые. Они уверены, что по реке Лесной необходимо провести исследование и разработать комплекс мер вместе с хозяйственниками этих припойменных территорий. Создать аэрацию в водотоке, то есть некие, это могут быть химические, могут быть механические, могут быть так далее, могут быть некие перепады, чтобы увеличить доступ кислорода в этот водный поток. Вторая мера – это ограничить поступление в реку загнивающих и гниющих. То есть, когда дожди выпали, большие дожди выпали, вся эта посохшая трава, которая была до этого, она смывается в реку и начинает гнить или поймы, с поймы попадают гнить. То есть, здесь нужно вот эти проблемы комплексно решать. Что будет дальше с фауной реки Рыбой, на этот вопрос у ученых также есть свое мнение. Рыба восстановится, это как бы проблемы такой большой нет. В сфере особого внимания пьяные водители. Очередной рейд по выявлению нетрезвых за рулем провели сотрудники госавтоинспекции области. О результатах в нашем следующем материале. В выявлении нарушителей правил дорожного движения и привлечения их к административной ответственности – каждодневная работа сотрудников ГАИ. В сфере особого внимания категория водителей, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом виде. Только за время проведения этого рейда было выявлено 4 участника дорожного движения. Вместе с сотрудниками ГАИ работали и врачи-наркологи. С их слов, большинство среди выявляемых пьяных водителей – молодежь. Среди них немало и представительниц прекрасной половины человечества. Последнее время было у меня почти 3 промилле. Ну как управлял? Водка с пивом и буквально через час его взяли. И где-то было 3 на 5. Отношение многих водителей к употреблению алкоголя, а потом участие в дорожном движении за рулем автомобиля – самое негативное. Выпить за рулем – не что для вас чем-то является? Ну выпил за рулем. Проблемы? Сразу шлейф проблем – влечет за собой. Ну вот ваше отношение к таким водителям? Ну негативно, конечно же. Ну что, почему? Понятно. Мое мнение, то за рулем – это вообще пить, я не знаю даже, как и сказать. Это убийцы просто. Просто-напросто. Я если даже вот в такой праздник или что где-то выпью, то я за руль не сажусь на второй день вообще. Ну среди друзей и знакомых были такие случаи, наверное? Не знаю, может у меня круг друзей такой, но тоже. Если кто чувствует себя плохо, то они за руль не садятся. Что интересно, алкотестер показывает до 0,6 промилле и сразу после выкуренной отечественной сигареты. Это еще одно напоминание о вреде такой привычки. Кроме пьяных водителей, за время проведения рейда также были выявлены 3 бесправника, 38 водителей, которые не имели всех необходимых документов на право участия в дорожном движении. Если мы с начала года анализируем в целом, то у нас в принципе-то снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Их на сегодняшний момент совершено 32. Но, скажем так, что пьяный водитель, еще раз повторяю, это уже преступник. И если мы будем констатировать именно на территории Брестской области, то каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие происходит именно по вине нетрезвого водителя. А ведь действительно мы можем все вместе объединиться и остановить это зло. Прокуратура Брестской области проанализировала результаты проверки состояния законности в сфере охраны безопасности детей. Поводом для ее проведения стал сегодняшний всплеск несчастных случаев, когда погибли дети. Выработке дополнительных мер по охране детской безопасности было посвящено очередное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних. Заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних проходило в формате онлайн-конференции. Часть участников в Брестском зале заседаний, вторая в том числе, и руководитель комиссии, заместитель председателя облсполкома Линия Цуприк на связи с районами. Вопросы на повестке дня чрезвычайно актуальны. И касаются представителей самых разных служб и ведомств. От правоохранительных органов и образования до коммунальников и энергетиков. С начала года на территории области от внешних причин погибли 17 детей. В числе причин – утопление дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты, суициды. По каждому факту проводилась проверка, по некоторым возбуждены уголовные дела. Как пример, Березовский район, где не было належащей крышки люка, в результате ребенок попал, и утону не в какой-нибудь речке, а рядом в яме, которая была возле домовладения, находилась на территории. Как было установлено, перед этим отрапортовали о том, что все крышки люка были проверены, что все нормально. Как оказалось, деревянная праздниша крышка люка была. За каждым фактом гибели детей – промах взрослых. Где родительский недосмотр, где ошибка, а порой и служебная халатность. Комиссия по делам несовершеннолетних разработала комплекс дополнительных мер, направленных на минимизацию риска гибели и травматизма несовершеннолетних. Необходимо, в первую очередь, проверить, летние заняты, если те, где они заняты. Далее, место купания, те же самые, которые есть. Затем далее, по различным системам. Например, у нас имел место факт, когда ребенок проник в электрочетовую, в результате травмирования произошло. Мы потребовали с тем, чтобы все такие объекты, которые представляют потенциально опасность для детей, были исследованы в обязательном порядке, приняты меры были по недопущению. У нас имеют место факты, когда и есть незавершенные строительственные объекты, либо стройки там еще, допустим, ведутся. Опять же таки, собственник должен предотвратить доступ детей. Одним из нововведений разработанных комиссий станет проведение в регионе единых родительских дней. Разговоры о детской безопасности представители ответственных служб и ведомств будут вести в школах и на рабочих местах родителей несовершеннолетних. 9 августа Альфа-банк по всей стране отключил сеть своих банкоматов. Как сообщается на сайте учреждения, из-за попытки хакерской атаки на программное обеспечение. Махинатор со сферой высоких технологий у злоумышленников получает особую популярность. Более тысячи фактов незаконного снятия денег с банковских карточек жителей Брещины зафиксированы с начала года. Банковские карточки в последнее время становятся одной из самых популярных мишеней махинаторов. Но большинство случаев вследствие собственной обеспечности владельцев карточек констатируют правоохранительные органы. Алгоритм преступлений простой. Граждане, попадая в незнакомую компанию, распивают спиртные напитки и тем самым забывая о обеспечности, совершается кража личного имущества граждан. Это чаще всего кошельки, сумочки, в которых хранятся банковские карточки с написанным уже пин-кодом. Сохранять бдительность и быть внимательным. Самый простой совет тем, кто не хочет потерять деньги. Между тем, злоумышленники выходят на высший уровень обмана. При снятии денег нужно обратить внимание, в первую очередь, на картоприемник и, кроме этого, на устройство, где набирается пин-код. Потому что чаще всего именно в этих местах устанавливаются скиммеры, которые позволяют мошенникам снять денежные средства с ваших счетов. Альфа-банк проводит профилактическую проверку сети своих банкоматов. Как сообщили в пресс-службе учреждения, сотрудники уже приступили к их подключению. Оно будет поэтапным. В 16 городах страны находится 110 банкоматов этого банка. До 30 августа систему обещают полностью запустить. Информация о том, где и как владельцы карточек смогут обналичить свои деньги, размещена на официальном сайте компании. Уклонение от мероприятий призыва на службу в армии. Так официально озвучит статья 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Почему некоторые молодые люди считают свою конституционную обязанность необязательной для себя, расскажем в следующем материале. Только за этот год следователями межрайонного отдела Следственного комитета заведено уже более 20 дел на так называемых отказников от службы в армии. Санкции данной статьи Уголовного кодекса Беларуси по части 1 предусматривают штрафные санкции до 100 базовых величин, арест до 3 месяцев, ограничение свободы до 2 лет, а также лишение свободы на тот же срок. Спрашивается, для чего так рисковать? Причинение самому себе телесных повреждений, также имитация какого-либо заболевания, либо подлога документов. В этом году Следственным комитетом Брестка Межрайонного расследовалось два таких преступления. При этом лица, уклоняющиеся от мероприятий призыва, предоставляли в военкомат подложные документы, это справки, согласно которым они подлежали отсрочке от призыва. Однако всем нам известно, что согласно Конституции Республики Беларусь, защита Республики Беларусь является конституционной обязанностью и священным долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Причины не служат самые разные, от пацифистских и религиозных убеждений, хотя службу теперь можно пройти альтернативно, без оружия в руках, до простой безалаберности и нежелания применять себя какими-то обязанностями. В отношении трех уже вынесены вердикты судами. Один из них осужден к одному месяцу ареста, второй ограничение свободы на один год с направлением справительно-трудовой колонии, и третий получил штраф в размере 100 базовых величин. В отношении восьми призывников сейчас возбуждены уголовные дела и готовятся к направлению в суд. В отношении пятерых уголовное проводится служебное расследование. Есть и полная противоположность таким призывникам. Те, кто хочет служить и видит в этом не только необходимость, долг, но и пользу для своей последующей жизни. Какие-то приоритеты, какие-то желания? Приоритеты, желания, да. Дело в том, что самый дорогой ресурс, кроме здоровья, это время. Поэтому, когда ты что-то делаешь, хочется, чтобы коэффициент полезного действия был максимален. Поэтому, если мы говорим о годе, который мы вкладываем, инвестируем в ту или иную деятельность, то хочется, чтобы этот год носил максимально практический характер, чтобы навыки, полученные за прохождение воинской службы, не на словах, а на деле, выковали характер, выковали волю, выковали навыки. И ты действительно стал профессионалом в своем деле. Я думаю, что это войска спецназначения, это либо спецназ, либо пограничная служба. И в дополнение, после наказания за отказ служить в армии наступает время, когда так называемый отпускник вновь будет привлечен к мероприятиям по призыву. На сегодня это все материалы выпуска. Смотрите нашу программу и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова